Продолжение следует... 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 Отмечалось, что, несмотря на непростой период в отношениях, контакты по линии Министерства иностранных дел, по линии Советов безопасности России и Японии интенсифицировались. В этом году состоялось только за несколько последних месяцев после визита премьер-министра Абе в Сочи серия консультаций на уровне Министерства иностранных дел по стратегической стабильности и по вопросам урегулирования различных конфликтов. И по линии Советов безопасности обмен визитами руководителями секретариатов этих структур приобрёл регулярный характер. Мы тесно сотрудничаем с Японией в ООН. Сейчас, в 2016 и 2017 годах, наши японские соседи являются непостоянными членами Совета безопасности ООН, поэтому у нас появились дополнительные сферы приложения обоюдных усилий. Мы рассмотрели те вопросы, которые стоят на повестке дня Организации Обменных Наций и Совета безопасности, включая сирийский кризис. Япония при нашей поддержке, как вы знаете, стала участницей международной группы поддержки Сирии. И в этом качестве активно включилась в разработку тех решений, которые впоследствии были одобрены Советом безопасности ООН. И, по сути дела, сейчас составляют основу всех действий мирового сообщества по преодолению конфликта, который продолжается в Сирии и вокруг неё. Также обсудили вопросы, связанные с борьбой против терроризма, наркотрафика, организованной преступности. Помимо участия в выработке решений Совета безопасности по этим вопросам, у нас есть целый ряд конкретных проектов с японскими соседями, в частности, по линии управления ООН по наркотикам и преступности, мы реализуем совместный проект при японском софинансировании, который нацелен на повышение квалификации, подготовку наркополицейских из Афганистана и стран Центральной Азии на учебной базе МВД России в Домодедово. Кроме этого, сейчас обсуждаем возможности дополнительных шагов по укреплению способностей афганских властей противодействовать наркотрафику, включая возможное создание кинологического центра в Кабуле совместными усилиями России и Японии. Ну и плюс по линии ООН по промышленному развитию, ЮНИДА, у нас идут контакты с японскими коллегами об их подключении к проектам, которые Россия готовит для стран Центральной Азии, включая проекты, которые нацелены на развитие возможностей государства в экономической и инфраструктурной сфере. Конечно же, обсуждали наши руководители вопрос о мирном договоре. В соответствии с договоренностями, которые были достигнуты 6 мая в Сочи, состоялось два раунда консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел. Обсуждались вопросы, которые связаны с теми поручениями, которые президент Путин и, например, министр Абе дали в Сочи по итогам своей встречи, условились, что мы эти консультации продолжим, и о результатах будет доложено в ходе визита российского руководителя в Японию, как я уже сказал, который состоится до конца этого года. Если есть вопросы, пожалуйста. Сергей Викторович, на Волгой Интерфакс. Скажите, пожалуйста, действительно ли Япония и Россия приступили к обсуждению о совместной хозяйственной деятельности на Курилах, в частности, на четырёх островах? Как Вы знаете, мы давно предлагаем нашим японским коллегам заняться этой проблематикой. Какое-то время назад, ещё при предыдущем кабинете министров, отношение к этому было настороженное. Сейчас мы ощущаем готовность японских партнёров обсуждать вопросы, связанные с совместной хозяйственной деятельностью на островах, и не только связанные с совместной хозяйственной деятельностью, но и вопросы, касающиеся обменов между людьми, гуманитарных связей. Так что в ходе тех раундов, консультаций о которых я упомянул, и в ходе предстоящих раундов, это, конечно же, будет обсуждаться в качестве очень важных аспектов проблемы мирного договора. Александр Колесниченко, аргументы и факты. Так или иначе, тема Сирии затрагивается на каждой двусторонней встрече, международных саммитах будет обсуждаться явно и в Китае на 20-ке. Как Вы оцениваете ситуацию сейчас? Можно ли говорить о том, сколько ещё может продлиться российская операция в Сирии? Спасибо. Но здесь дело не в том, чтобы ответить на вопрос, сколько может продлиться российская операция. Мы боремся против терроризма, мы выступаем за то, чтобы создать по-настоящему универсальный фронт борьбы с терроризмом, как это предложил президент Путин, выступая на прошлогодней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И мы сейчас уже не первый день, не первую неделю совместно с американцами, как два сопредседателя международной группы поддержки Сирии, как две страны, которые реально работают по террористическим целям в Сирийской Арабской Республике, ведём интенсивные консультации с тем, чтобы выработать алгоритм действий, который будет основываться на координации усилий антитеррористического характера. Этому была посвящена моя встреча с Джоном Керри 26 августа в Женеве, и этому же были посвящены наши многочисленные телефонные разговоры, да и, собственно, эта тема стала уже предметно обсуждаться после того, как 15 июля Джон Керри посетил Москву и был принят президентом Российской Федерации. По линии военных, по линии спецслужб России и США продолжаются, по сути дела, ежедневные, еженедельные контакты для того, чтобы выработать такой алгоритм. Мы рассчитываем, что эта работа завершится в самое ближайшее время. Практически все компоненты вот этого, этой задачи уже понятны. По многим вопросам, по большинству вопросов достигнуто понимание, но самое главное, что любые наши договоренности с американцами о практических действиях, о координации действий против террористов, о координации работы наших воздушно-космических сил и ВВС США и ведомой ими коалиции, ну, они не будут поддаваться практическому осуществлению, если наши американские партнёры не выполнят давно данного им обещания отмежевать оппозиционеров, которые сотрудничают с Соединёнными Штатами, от террористов, прежде всего от Джабхата Нусра, потому что многие группы, которые американцы считают приемлемыми для ведения переговоров, по сути дела прислонились к Джабхата Нусре, или как там она теперь называется, а Джабхата Нусра их используют для того, чтобы уйти из-под ударов, и это ситуация, которая не может продолжаться бесконечно. Ещё раз подчеркну, что от решения этой главнейшей проблемы зависит возможность реализации во многом уже согласованных планов между нами, американцами, по координации антитеррористических действий. Спасибо большое.